Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено преимущественное право на выкуп движимого имущества, например, грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Ранее это право распространялось только на недвижимость. Закон вступил в силу в этом месяце. Какой эффект он окажет, обсудим с Юлией Стародумовой, старшим преподавателем кафедры экономики и финансов Пермского политехнического университета. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Вот как было ранее и что меняется сейчас? Вообще сейчас организуется все больше и больше нефинансовых мер поддержки малого и среднего предпринимательства, как, например, та, которую вы описали. Это говорит о том, что сейчас государство обратило внимание на малый и средний бизнес не только как на сферу торговли и каких-то элементарных услуг, но и как и на потенциальных игроков на рынке промышленных предприятий. После ухода западных компаний и освобождения множества ниш на рынке, малый и средний бизнес увидел в этом отличное окно возможностей. Поэтому сейчас все больше и больше предприятий малого и среднего бизнеса переходит в производственную сферу, что всячески стимулируется государством. Вот именно в этом случае что меняется, что это дает МСП, теперь новый закон, вступивший 1 марта в силу? Это дает более простые варианты возможности вхождения на рынок и приобретения объектов, которые могут быть нужны для проведения каких-то сложных работ. Вот как вы считаете, принятие такого закона говорит о какой стратегии действия направления МСП принятых государством? То есть чего ждать дальше, например, в этом году? Дальше можно ждать еще более развернутых мер поддержки для тех, кто занимает ниши, прежде всего, производственников. Сейчас с уходом западных компаний и с таким затишьем у крупных игроков на рынке стоит ждать в производственной сфере вот такого прямо всплеска из организации малого и среднего бизнеса и их перехода в стан производственников. Как я это вижу. Далее, в этом году стоит ждать широких мер поддержки для тех, кто занимается импортозамещением. Это безусловно. Для тех, кто занимается новыми каналами импорта, для тех, кто занимается разработкой и приобретением отечественного ПО. Вот вы обозначили, что государство пересмотрело взгляды на МСП. Что это дает МСП сейчас и все-таки какие проблемы еще остаются в взаимодействии? Это дает, прежде всего, окно возможностей. Это дает большое окно открывшихся возможностей для выхода на новые рынки. Одно из ключевых мер поддержки я вижу создание новой цифровой экосистемы по единому окну по всем мерам поддержки для малого и среднего бизнеса. Это будет созданный портал, где каждый предприниматель может пройти все шаги от организации собственного бизнеса до получения различных мер поддержки, различных вариантов мер поддержки. Из проблем я сейчас вижу не сколько то, что готово дать государство, сколько то, что готовы взять предприниматели. Так как информированность предпринимателей о спектре мер поддержки является достаточно низкой. В Пермском крае тоже. Всего лишь около трети, может быть, чуть больше предпринимателей осведомлены о всем изобилии возможностей, которые им предоставляются. Сейчас даже в торговых центрах уже появляются билборды, где находится информация о том, какие меры поддержки есть, какой есть сайт в Пермском крае, где можно посмотреть о новых налогах для тех, кто организует бизнес в Пермском крае. Ну и еще я как преподаватель вижу не очень высокий уровень подготовки предпринимателей. Для многих грантов, для многих стартапов необходимо создание и написание бизнес-планов. Не все предприниматели готовы самостоятельно это сделать, и не у всех предпринимателей есть деньги для того, чтобы кому-то заплатить за это. То есть вот как еще одно окно возможностей я вижу прежде всего это информирование и образовывание предпринимателей. Вот какие шаги в развитии этого направления делаются в регионе в этом году и сегодня? Это прежде всего создание различных единых окон по информированию и проведение огромного числа семинаров как в Пермском районе, как в городе Перми, в Пермском районе, так и в городах Пермского края. Вот вернемся к мерам, которые вы обозначили. По каким сейчас направлениям движется государство? На кого в первую очередь распространяются меры поддержки МСП? На производственников и на тех, кто организует туризм. Потому что сейчас в силу ограничения передвижений, перемещений, ограничения количества рейсов, все больше и больше обращают жители региона внимание на внутренний туризм. Именно поэтому сейчас Ростуризм готов дать порядка 50 регионам, порядка 5 миллиардов грантов на развитие рекреационных зон, на создание глэмпингов, на оборудование пляжных зон. А вот Пермский край не обделен вниманием государственным? На мой взгляд, нет. Что федеральные программы, в них входит Пермский край во главе, вот прямо в первом эшелоне, что количество региональных программ находится на наиболее высоком уровне в целом по стране. Вот все-таки вернемся к теме, с которой мы начинали. В первую очередь, кто сможет воспользоваться вот этой мерой, предоставлением преимущественного права на выкуп движимого имущества? Кому это интересно у нас в регионе? Опять же, тем, кто будет заниматься производством и строительством. Для тех, кто пойдет из сферы торговли и услуг в какие-то новые рынки и новые ниши. Вот вы обозначили сразу несколько таких крупных федеральных программ, в том числе по развитию информированности МСП. Да, да. Вот на ваш взгляд, по итогам 2023 года, к какой цифре информированности в Пермском крае мы можем прийти, если все будет реализовано так, как задумано? Я полагаю, что 60-80%. То есть в два раза практически более чем в два раза. Да, я жду вот такого вот роста. А предприниматели готовы? Им интересно обучаться, информироваться, может быть, все более и более узнавать о новых мерах поддержки? Да, безусловно, с развитием информационной сети, с все большим количеством информации в сети интернет, с все большим количеством программ, естественно, растет к этому интерес и к обучению, и к узнаванию, к информированности. Благодарю вас, Юлия. Напомню, что о предоставлении преимущественного права на выкуп движимого имущества и о крупных мерах поддержки малого и среднего предпринимательства региона мы говорили с Юлией Стародумовой, старшим преподавателем кафедры экономики и финансов Пермского политехнического университета. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.